Третий этап называется линковка. На этом этапе несколько объектных файлов, полученных на предыдущем этапе, собираются в один исполняемый, ну или библиотечный файл, если мы собираем библиотеку. При этом происходит связывание имен функций с их адресами в уже скомпилированном коде. То есть, если у меня в одном из файлов был вызов в некоторой функции bar, которая при этом находилась в другом файле, то вызов этой функции и ее тело будут скомпилированы в разных объектных файлах. В результирующем исполняемом файле на месте вызова функции bar должен быть указан адрес этой функции в исполняемом файле. Для этого как раз и нужна линковка. По каждому объектному файлу составляется специальная таблица всех функций, которые определены в этом файле. И дальше мы снова проходим по всем объектным файлам и заменяем вызов функции по имени на вызов функции по адресу. То есть, вот в скомпилированном файле сюда будет подставлена какая-то инструкция вида call с конкретным более-менее адресом. На этапе компоновки очень важно, чтобы каждая функция имела свое имя. Это ограничение унаследовано из C и объясняется тем, что формат объектных файлов для C и C++ один и тот же. Это позволяет нам использовать в одной и той же программе часть кода, написанную на C и часть кода, написанную на C++. В C это решалось просто, в C не было функций с одинаковыми именами. В C++ это ограничение снятое, может быть, две или несколько функций с одним и тем же именем, но различными параметрами. Для того, чтобы в объектном файле эти функции имели разные имена, эти имена функций преобразовываются специальным образом. Таким образом, чтобы в имени функции закодировать ее параметры. Например, если мы посмотрим, как компилятор GCC обработает функцию фу, которая принимает целочисленное значение и вещественное значение, и ничего не возвращает, то компилятор преобразует имя функции фу в такое. Кодирование достаточно простое. Если мы посмотрим, Z3 это некоторый префикс, который показывает, что эта функция закодирована. 3 означает длину имени функции, то есть фу состоит из трех символов. И дальше идут закодированные параметры. В данном случае i соответствует into, и d соответствует double. Аналогичным образом в линковке нуждаются глобальные переменные. Там немножко более просто, так как двух глобальных переменных с одним и тем же именем быть не может. Еще один важный момент, который происходит на этапе линковки, это выставление точки входа. Точка входа это функция, с которой начинается выполнение программы. C++ по умолчанию это функция main, причем эта функция main может иметь одну из двух сигнатур. Либо функция без параметров, либо функция с параметром. О том, как использовать эти параметры, мы обсудим в одной из следующих лекций. Поэтому пока будем считать, что точка входа выбирается первым образом, то есть это функция main без параметров. Надо отметить, что функция main возвращает некоторое целочисленное значение. В случае, если ваша программа отработала без ошибок, нужно возвращать 0. Если вы вернете ненулевое значение, то будет считаться, что ваша программа закончила выполнение с ошибкой. Продолжение следует...